Одно рождает два, два рождает три, три рождают десять тысяч вещей. Первое кольцо силы – саморефлексия. Существует мир форм и энергии, из которой творятся формы. Любой человек является одновременно и формой, и творцом формы, создающим мир объектов или виртуальных форм. Концепций, идей, религий, мыслей форм, которые могут не получать материализацию. Взаимодействия с миром выстраиваются на взаимозависимых условиях. Один объект существует относительно другого. Позиционирование чего-то как важного и имеющего значения усиливает важность, дающего эту оценку. Это не ощущается человеком напрямую. Он видит только важность внешнего, того, на что смотрит. Себя же он видит не имеющим значения, но движущимся к важному. В этом и есть коварность чувства собственной важности. Ведь тот, в ком нет важности, не может ей ничего наделить. Саморефлексия – это восприятие мира через эти отношения. В таком состоянии человек не имеет дела непосредственно с окружающим его чувственным, излучаемым бесконечностью. Он видит только свое отношение к нему, знания и значения, которые он для себя вывел. И пока нечто внешнее не разорвет этот круг, человек обречен жить в проекции мира, созданного его умом, где любая концепция о том, как надо действовать, – его очередное порождение. Человек, привязанный к формам, не может увидеть ничего, кроме форм. Его механизм восприятия все время выстраивает отношения между внешними сигналами и своим представлением, знанием о себе с целью самосохранения или получения удовольствия. Когда человек познает таковость вещей, он переходит ко второму кольцу силы. Он не испытывает к чему-то отношения, как к хорошему или плохому, правильному или неправильному, истинному или ложному. Жизнь перестает быть для него полем для получения результатов, внутренних достижений. Мир становится таким, как он есть. Никаким. Внешние проявления реальности не цепляют ничего внутреннего. От этого не может выстроиться цепочка отношений между человеком и тем, что он воспринимает. К этому моменту у него не остается своих желаний и ожиданий от мира, что дает ему возможность просто познавать, исследовать реальность. Когда утихает ум, появляется возможность прикоснуться к реальности, к природе вещей. Перенаправляя внимание с внешнего на внутреннее, текущий момент воспринимается как сплетение ощущений, которым уделяется внимание, а изменение событий – движение внимания по ощущениям. Человек не осознает этого. Он, как в неосознанном сне, смотрит фильм про свою жизнь. Тот, кто обладает способностью управлять своим вниманием, перестает быть пассивным наблюдателем. Он становится режиссером своей судьбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова